Сельхозпредприятия Коми продолжают уборку картофеля. В этом году она сильно затянулась из-за проливных дождей. Если в 2011 году в это время было собрано 90% урожая, то в этом году только половина. Светлана Некрасова выехала на полях хозяйства пригородной. Республика в этом году полностью оправдала свое звание зоны рискованного земледелия. В конце июня зарядили дожди и с тех пор солнечных дней по пальцам пересчитать. В итоге уборка картофеля затянулась на целый месяц. В хозяйстве пригородной уже перешли на круглосуточный режим. Трактор и комбайн останавливаются только на выгрузку картошки и заправку. Все остальное время техника колесит по полю. Механизаторы даже приспособили агрегаты к работе в темное время суток. Установили фонари. Дополнительно ставили на комбайн. Там два фонаря стоят, чтобы там женщинам видно было, как перебирать картошку. Поздняя уборка еще аукнется, говорит агроном хозяйством. Картофель поражает фитофтороз. Хозяйство, конечно, проводило обработки, но все те же дожди вымывали реагенты. Кроме того, клубни довольно долго лежат во влажной и самой опасной холодной земле. Ночью температура опускается практически до нуля. Сохранить такой урожай будет очень сложно. Картофель начинает поражаться гнилью. То есть, грубо процентов, наверное, около 12-15 картофеля, которые до сих пор находятся в гребнях, он уже поражен гнилью. И даже при тщательной уборке, переборке этого картофеля, что-то все равно попадется в борт, в хранилище. Самое обидное для аграриев – урожай в этом году богатый. Достигают 300 сантиметров с гектара. Показатель для наших предприятий рекордный. Между тем, пригородному еще только предстоит убрать примерно 20 гектаров картофеля. Причем на тех полях, где до сих пор стоит вода. А значит, комбайн может увязнуть. Техника, кстати, в этом году тоже работает на износ. Одна из причин отставания – это еще и поломка техники в этих сложных погодных условиях. Это дополнительные затраты на топливо, дополнительные затраты на другие непредвиденные расходы, которые возникают. Поэтому запасные части на импортную технику приходится заказывать в других регионах, пока доставка эта идет. Синоптики обещают, в октябре на территорию Коми придет антициклон. И пару недель простоит пусть уже не очень теплая, но сухая погода. Аграрии тем временем говорят, в октябре их ждут другие дела. Хорошая погода нужна аграриями для того, чтобы вовремя убрать урожай капусты. В этом году ее тоже очень много. Уборка наверняка затянется. Но осложнит ее то, что большинство кочанов – это вот такие экземпляры весом 5-6 килограммов. Очень тяжело убирать вручную. Уборку капусты в пригородном, пусть пока не массовую, но начали. На небесную канцелярию аграрии уже не рассчитывают.